Добрый вечер, 20.06 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Вы знаете, что мне нравится в нашей жизни? Это сохранение сезонности, сезонности наших праздников. Вот смотрите, был у нас главный национальный праздник 7 ноября, переехал на 4 ноября. Праздник вроде другой, сезон сохранился. То же самое с Днём Конституции. Всё моё детство, День Конституции, мы отмечали 5 декабря. 5 декабря 36-го года Сталинская Конституция. А для меня, ребёнка, это значило, что открывается лыжный сезон, потому что обычно к этому времени в Москве и области ложился снежный покров. Вот сегодня у нас День Конституции переехал всего лишь на какую-то неделю, 12 декабря. Завтра мы будем отмечать День Конституции. И смотрите, зима тут как тут. Снова как в былые времена в Москве лёг снег, как говорил Франсу Авийон для «Нэш до трофуа» — «Снега былых времён». Будем и говорить сегодня о Дне Конституции. Вернее, о Российской Конституции, 20-летие которой мы отмечаем завтра. Есть очень хороший повод. Виктор Леонидович Шейнес, один из авторов той Конституции, только что у него в издательстве «Мысли» вышла книга «Власть и закон. Политика и Конституция в России в 20-21 вихах». И вот сегодня он в числе наших гостей пришёл к нам в студию. Добрый вечер. Добрый вечер. И также у нас сегодня в студии президент фонда «Индэм» Георгий Сатаров. Добрый вечер. Добрый вечер. И профессор высшей школы экономики Андрей Медушевский. Добрый вечер. Добрый вечер. Так что давайте поговорим о Конституции, о том, что это за юбилей, что это праздник со слезами на глазах, работает ли Конституция, в какой степени она работает. Вот сейчас, с 20-летней дистанции, оглядываясь назад, понимаете ли вы, что допустили какие-то ошибки, когда проектировали её тогда, в 93-м году. Так что, Виктор Леонидович, вы, пожалуй, скажите, как вы смотрите на этот юбилей? Вы знаете, я думаю, что самое приятное в этом юбилее – это привлечение общественного внимания к Конституции. Социологи Левада-центра провели опрос достаточно печальными результатами. Конституцию прочитали и знают 10%. Конституция считает значимым документом примерно треть. Если в результате всех наших бдений, выступлений, передач на радио, на телевидение, торжественных заседаний, среди которых очень много лабуды, в какой-то мере прорежется у какой-то части людей интерес к Конституции к тому, что она есть в нашей жизни и какой хотелось бы её видеть, если этот юбилей поможет формированию общественного интереса, то тогда он, наверное, не бессмыслен. Хотя, конечно, в нашей давней традиции здесь очень много показухи и всего остального. Георгий Александрович, по-вашему, работает ли и в какой степени работает Конституция? Потому что, глядя на многие статьи, я понимаю, что, собственно, их выполнение вызывает очень большие вопросы. Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. Статья третья. Насколько, скажем, 13-я, 14-я статья Конституции сейчас могут быть в опасности о том, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной? Конституция, статья которой, я забыл номер, которая гарантирует свободу предпринимательства. В какой степени наша нынешняя Конституция является работающей? Видите ли, дело в том, что я не рассматриваю Конституцию просто как текст. Никакие тексты сами по себе никогда не работают. А Конституция — это институт, а институт — это гораздо больше, чем текст. Это, в первую очередь, наша практика, в которой мы в той или иной степени реализуем те идеи, которые закладываются в Конституцию. Это ее история и много других важных обстоятельств. Если смотреть просто на текст, то, ну, знаете ли, нам не хватит передачи, чтобы перечислить все, что было за время ее существования, нарушенные, искореженные и так далее, и так далее. Но проблема в другом. Проблема... Один австрияк, очень умный социалист по, ну, скажем так, социологии права, он сказал, что если вы ищете какую-то проблему, ищите ее не в тексте, ищите ее в обществе. Это было сказано в 70 или 80 назад. И к нам это относится в высочайшем мере, как, впрочем, и к другим странам, где Конституции работают. Но они там работают не потому, что это очень хорошие тексты, а по очень большому комплексу причин. Мы все время пытаемся свести. Это вот у нас вот есть тут такой дефект. Если вот поделить между властями полномочия так и так, то жизнь сразу у нас наладится, с чем я не согласен. Поэтому Конституция не работает по двум причинам. Она испоганена властью, и к ней фантастически равнодушно общество. А Конституция никогда не защитит общество, если общество не защищает Конституцию. И самого себя. Да. Андрей Николаевич, вот я хотел вас, как правоведа, конституционалиста, спросить, насколько вообще Конституция работает в российской традиции? Вот глядя на, я не знаю уже сколько, 200, больше 200 лет, да, у нас, если смотреть от самых дальних, да, так и Панинский проект еще, да, при Екатерине, и затем еще, так сказать, Декабристый, Лорис Меликова проект. Вот с этой точки зрения, насколько вообще с российской политической культурой сочетается конституционализм? Конституционализм, конечно, плохо сочетается с российской политической культурой. Начинать историю конституционализма можно, вероятно, со смутного времени, когда появились первые ограничительные записи монархов Бориса Годунова и Василия Шуйского по отношению к боярам. Вся история 18 века состоит из попыток создания олигархической конституции, и туда вписываются и проекты верховников, и проекты Панина. 19 век дает нам уже новую перспективу, появляются первые такие современные конституционные проекты Спиранского. А вот скажите такой вопрос, я вот слышал, что вообще конституция 93-го года во многом наследует проекту Спиранского. Ну, это очень большое упрощение. Проект Спиранского повлиял определенным образом на основные законы Российской империи в редакции 1906-го года, но главным образом тем, что у Спиранского также упоминается Дума, Государственный Совет, Сенат, то есть выстраивается некая модель разделения властей, хотя Спиранский не доводит эту идею до такого, ну, скажем так, фиксированного разделения властей. Ну и, конечно, если говорить о советском периоде, вы не случайно упомянули сталинскую конституцию, и, может быть, Брежневскую, это, конечно, был номинальный конституционализм. То есть это был текст, который никак не соотносился с действительностью, потому что эти конституции не только не защищали права человека, но и камуфлировали реальность однопартийной диктатуры и террора. И вот в связи с этим я хотел бы все-таки подчеркнуть значение конституции действующей 1993-го года. Как бы мы ее сейчас не критиковали, нужно сказать, что для того времени это был фундаментальный прорыв, потому что это меняло парадигму развития. Это был отказ все-таки в идее от номинального советского конституционализма, уход от тоталитаризма. И все-таки, если мы рассмотрим текст конституции, то первые две главы совершенно идеальны, поскольку в них фиксируются основные права человека с точки зрения международно-правовых актов, и более того, подчеркивается приоритет международных норм над российскими, что очень важно сейчас. Конечно, конституция имеет определенные диспропорции. Другая ее часть, посвященная разделению властей и в особенности президентским полномочиям, она, конечно, фиксировала авторитарную достаточно систему власти, и с этим связаны определенные диспропорции последующего развития. Хотя я не склонен, может быть, в отличие от моих коллег, считать, что последующие отклонения конституционные связаны исключительно с текстом конституции и даже с моделью разделения властей, которая там была заложена. Мы знаем много примеров достаточно радикальных конституционных переворотов, создававших конституции, в том числе и конституции авторитарных государств, которые впоследствии не препятствовали демократическому вектору развития. И реформе. Маленькая ремарка, я хочу сказать в пандан коллеге Медушевскому, ведь наша вот суперновейшая история продемонстрировала возможность колоссального разрыва между, назовем по вашим терминам, авторитарной моделью президентской власти и ее реальной реализации. Это президентство Медведево. Да. Во всяком случае, риторика президентства Медведево была абсолютно либеральна, и он говорил вещи, которые, собственно, говорит оппозиция. Я говорю даже не про риторику, я говорю про реальное, то, что мог делать или делал Медведев. Да. К вопросу о Медведеве. Это вообще очень интересная вещь. И в книге, которую вы упомянули, у меня есть такой небольшой раздел, который посвящен этому вопросу, с не совсем тривиальным подходом. Дело-то ведь вот в чем. Медведев занимал президентский пост. Это тот пост, который оснащен колоссальными полномочиями, защищен. Президент определяет основные направления внутренней и внешней политики. На президента наши коллеги подсчитали, навешали за пределами Конституции несколько сот разного рода полномочий и так далее. И вот на этот пост пришел молодой, интеллигентный, по-видимому, юрист. Ну и что? Реально эта власть не у президента? Это как раз к вопросу о том, какое значение имеет Конституция в нашей жизни. То есть вот это вот как раз противовес тому, что обычно говорят, вот создали суперпрезидентскую республику. А вот вам, пожалуйста, как это четыре Медведевских года работало. И четыре года было совершенно ясно, что он находится в некой камере. Возможности его предельно ограничены. Я не знаю, правда или неправда. Мне рассказывали, что якобы кто-то из его ближайших сотрудников ему предложил. А вы вот к концу вашего срока президентства спровоцируете уход правительства, отставку правительства, распуск Думы, новые выборы Думы и так далее. Якобы Дмитрий Анатольевич выслушал, ничего не ответил. Понимаете, даже если это неправда, то это все равно очень здорово придумано. Теоретически это могло быть. То есть в рамках нынешней Конституции он мог... У нас совершенно ясно, что при той сложившейся политической системе, при том реальном соотношении сил, он проиграл бы все равно, обладая всеми конституционными полномочиями. Другое дело, что с моей-то точки зрения, если продолжить эту фантазию, это стоило делать. Ну да, то есть это подтверждает еще раз название вашей книги «Власть и закон». То, что, так сказать, закон с законом, но все равно реальная власть, как она осуществляется, она... Напомню, что у нас в гостях Виктор Шейнис, Георгий Сатаров, Андрей Медушевский. Мы говорим о 20-летии Российской Конституции, вернемся после перерыва. И снова добрый вечер. Сегодня раскапываем загадку Российской Конституции, 20-летие которой мы отмечаем завтра, 12 декабря, День Конституции. У нас в гостях один из авторов этой Конституции – Виктор Леонидович Шейнис, президент фонда «Индем» Георгий Александрович Сатаров и профессор Высшей школы экономики Андрей Николаевич Медушевский. Телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495. Работает ли в России Конституция? И нужно ли ее нам менять? Вот сейчас идет очень много разговоров о том, что, возможно, мы об этом и поговорим. Будет какое-то конституционное собрание, будут относиться изменения в Конституцию. Так вот, сейчас, через 20 лет после принятия, работает ли в России Конституция? Как Вы считаете, глядя на ее основные статьи, в той мере, в которой Вы с ними знакомы? 651099,6, код Москвы 495. А я хочу вот к какому вопросу вернуться. Вот называется Ваша книга, Виктор Леонидович, «Власть и закон». И я так понимаю, что из российской истории следует, что власть все время оказывается сильнее закона. У нас что, вообще не было никогда эпизодов, когда закон оказывался сильнее власти и выступал в качестве ограничителя? Тяжело вздыхаете. Тяжело, да. Я пытаюсь нащупать тот период, когда закон, в общем, предписывал власти какую-то линию поведения. Вы знаете, я думаю, что если взять не в целом политику власти, возможности власти, действия власти, а, скажем, в каких-то областях, на каких-то направлениях, я не считаю, что вообще занятие Конституции и подготовка Конституции, изучение Конституции – это дохлое дело. Нет, известную роль она все-таки играет, и в чем-то она полезна, ограниченно полезна, но все-таки некоторая узду на некоторых особо ретивых деятелей она накладывает. И вот вам пример. Вот совсем недавно появились такие люди в депутатском корпусе, любители бежать впереди паровоза, которые внесли предложение, давайте объявим православие основой нашего российского общества, менталитета и так далее. Другое предложение – давайте государственную идеологию. Как это так? Каждая партия имеет государственную идеологию, а государство без идеологии. Ну вот да, это же как раз в противовес какой, 13-й, по-моему, статьи, никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной. Давайте уберем эту статью, говорят некоторые депутаты. Или, скажем, очень уж волнует статья, где говорится, что российская правовая система является частью международной системы. И права граждан в том числе гарантируются международными пактами о правах. Здесь, правда, делается подмена очень характерная. Мы отказались от российского суверенитета в пользу суверенитета международных организаций. Да, но ведь эти пакты, ратифицированные российским государством, значит, они часть системы. И где-то мы находим защиту наших гражданин, находят в международном суде. Ну да, да. Хотя, к сожалению, я думаю, что Страсбургский суд не заслуживает высокой оценки именно. Ну хотя бы остается эта линия действия. 65, 10, 99, 6. Телефон прямого эфира. Работает ли в России Конституция? Владимир на линии. Добрый вечер, уважаемые. Добрый вечер. Люди. Вы знаете, я хотел бы задать один вопрос, ответив одновременно на него же сам. Ну, в последующем, уважаемые люди, пусть помогут мне ответить. Работает ли у нас Конституция? Наша организация, сердечное лицо, получила негативный ответ от департамента госимущества города Москвы. Мы подали в суд, в арбитражный. Решение было в нашу пользу. Департамент подал, соответственно, апелляцию. Апелляция была опять в нашу пользу. А они подали в Кассацию. Кассация тоже в нашу пользу. После апелляции был исполнительный лист. Решение надо было исполнять. Но департамент госимущества города Москвы до сих пор уже почти пять месяцев его не исполняет. Исполнительный лист не исполняет, решение судов не исполняет. И получается, что бюрократия превратилась в коррупционную составляющую, коррупционную составляющую с политической системой. И все те элементы правового общества, которые заложены в плане судебной системы, они вообще-то не действуют. Даже никто не отвечает. То есть даже уголовное право, которое предусматривает ответственность чиновников за неисполнение государственных своих обязанностей, государственных законов, в том числе и Конституции, им на это наплевать. Представляете, вот Собянин, Ефимов, департамент госамущества, им наплевать. У них чиновники что хотят, то и дело. У них там прослойка серединная. Ну понятно, да. Владимир, ну вы там как бы и ответили уже на вопрос. Ну я хотел услышать правовую оценку вот этого события. Конституционно ли то, что происходит? Понятно. Так какая, да, Андрей Николаевич? Я считаю, что, конечно, неконституционно. И хочу в этой связи привести результаты исследований Института права и публичной политики. Был подготовлен аналитический доклад как раз по этому вопросу. Была разработана анкета, разосланная 300 экспертов по вопросу о том, как реализуются конституционные принципы. Выяснилось, что на уровне конституции, самой законодательства, некоторые принципы реализуются более или менее. Но основные сбои идут как раз по линии судебных решений, по линии действия исполнительных органов власти и в особенности так называемых неформальных практик. Я думаю, что вот как раз звонивший коллега имел в виду именно это. Существует очень большой разрыв между текстом Конституции и законодательством и правоприменительной практикой. Сюда относится и неисполнение решений судов как один из элементов. Можно говорить о том, что во многих областях нашей жизни бюрократия действительно не исполняет Конституцию и часто использует такие инструменты, которые выходят за пределы правового регулирования или даже радикально противоречат ему. Особенно это относится, конечно, к сфере реализации гражданских прав и свобод. В частности, это хорошо известно и на примере нового закона об НКО, и на примере законодательного регулирования манифестаций, на примере доступа различных политических партий и общественных организаций к теле- и радиоэфиру и по многим другим направлениям. Так что это, я хочу подчеркнуть, это очень важно. Не во всем следует винить Конституцию. Ее нормы имеют очень большой потенциал. Соблюдайте собственную Конституцию. Это очень важно. Мы, я думаю, еще вспомним эти слова. Вы знаете, вы мне сейчас сказали, напомню, мне вспомнился эпизод из «Голос из хора» Синявского. Вот он вспоминает, как там на зоне, ему начальнику лагеря заключенные говорят о каких-то правах, он говорит, это не для вас написано, это для негров. Вот, они говорят о декларации, общей декларации прав человека, вот, он говорит, что это не для вас написано, это для негров. Так что вот в этом смысле, как бы, декларированные права, да, и практика правоприменения, они довольно сильно отличаются. Еще раз напомню, телефон наш прямого эфира 6510996. Вы знаете, давайте вот какой вопрос, меня интересует, как вы смотрите на него. Нужно ли менять Конституцию в том смысле, что в ней, вот, как сейчас предлагается, прописывать идеологию и религию? Должны ли такие вещи входить в состав Конституции? Да, потому что у нас есть изменение, уже опыт изменения Конституции, как раз тот же самый Медведевский срок. Так что вот звоните и скажите, нужно ли в Конституции прописывать идеологию государственную и государственную религию? 6510996. Ну, у меня вопрос как раз вот этот вот. Здесь так Виктор Леонидович довольно оптимистично сказал, что это ограничивает эта норма, статья 13-14. Так почему же их не поменять? Пока она есть. Пока она есть. Вот насколько вы считаете, сейчас же у нас собираются вводить какие-то новации конституционные, насколько вы считаете возможны изменения вот этих вот параметров Конституции? Андрей Николаевич. Я должен сказать важную, по-моему, вещь, которая состоит в том, что изменить 13-ю статью просто, как одну статью, нельзя, потому что эта статья входит в основы конституционного строя. То есть в те два раздела Конституции, вернее три, первые две главы и девятая, изменить которые может только Конституционное собрание, которое должно принять новую Конституцию фактически. Это означает созыв Конституанты, запуск всего механизма разработки новой Конституции с очень непредсказуемыми последствиями. В том числе и для действующей власти. Безусловно. Я хочу это поддержать, потому что это запуск колоссальной политической кампании, действительно с непредсказуемыми последствиями для власти. Они очень преувеличивают управляемость социальных процессов, управляемость системы. Это такая возможность оппозиции зацепиться за большие коренные вопросы, выходящие, между прочим, за пределы идеологии и религии. Потому что это возможность вспомнить о том, как они увеличивали для себя любимых сроки и много других вещей. А вот это изменение, кстати, увеличение сроков. Почему оно так безболезненно и незаметно прошло? Ой, слушайте, прошло столько безболезненно и незаметно, я уже об этом говорил. Ну как, мы просто отдали Конституцию на поругание. Федерализм нарушается, народовластие нарушается и так далее, и так далее. Основные принципы. Я простейшую вещь, я вспомню отмену губернаторских выборов. Но там прямое, наглейшее противоречие Конституции. Еще к тому же поддержанное нашим замечательным Конституционным судом, за исключением его превосходительства, судья Кононова. Да. Вот. И это же далеко не все. Это далеко не все. Это совершенно замечательная история, когда Конституционный суд сначала в ответ на вопрос, можно ли губернатора избирать с законодательным собранием, ответил нет, нельзя. Это было еще при Ельцине. А затем ему задали тот же самый вопрос другие заявители, чуть-чуть иначе сформулировано. А в Конституционном суде сидят очень опытные крючхотворы юристы. И они ответили, да, можно, потому что вот... В связи с изменившимися обстоятельствами жизни. Там было сказано. Да, да, да. Это потрясающе совершенно. Такой Конституционный суд, такую палату, такие законодательные собрания, чего нельзя сделать. И вот Георгий Александрович совершенно справедливо упомянул, что для изменения первого, второго разделов Конституции, глав Конституции... Это не я, Андрей Николаевич сказал. Андрей Николаевич, прошу прощения. Нужно менять всю конструкцию. Нужно менять всю конструкцию, нужно собирать Конституционное собрание. Когда я был еще депутатом, Первой и Второй Думы, были попытки провести закон о Конституционном собрании, который упомянут в Конституции. Мы изо всех сил вели борьбу на дальних подступах. Мы противодействовали появлению такого закона, исходя из такого простого соображения. Нет закона. Значит, нельзя пока что трогать эти головы. Понятно. 65, 10, 99 и 6. Работает ли в России Конституция и нужно ли ее менять? В том смысле, что прописывать идеологию и религию. Юрий Нарине. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мне кажется, что на самом деле это некая профанация, потому что мы с вами знаем, что, например, Норвегия, один из лидеров по уровню жизни, там более 80% населения, если я не ошибаюсь, они атеисты. То есть у них религия никак не влияет на них. И я считаю, что ни в коем случае мы не должны возвращаться ни к советскому, ни к царскому строю путем того, чтобы, соответственно, вводить религию и идеологию в качестве каких-то конституционных статей. Соответственно, я полностью против этого и мне кажется, что этого не должно делаться, потому что таким образом мы будем превращаться в какую-то главную республику, которая будет таким образом действовать. Понятно, Юрий. Ну вот Норвегию, вспомнил Юрий, но с другой стороны, есть и другие нефтяные страны, Саудовская Аравия, например. Вот вопрос в том, какой вектор направления. И не только есть, между прочим, еще Ирландия, Польша и Греция, в конституции которых внесена статья о партнерстве между государством и церковью. Но не государственная церковь. Но не государственная церковь. Как в Англии. Безусловно. Поэтому, действительно, можно сказать, что есть страны, историческая традиция которых привела к такого рода формулировкам в конституциях. Но в России это не технический вопрос, поскольку Россия это многонациональная страна и многоконфессиональная страна. Включение такого рода статей в конституцию не только подрывает концепцию плюрализма и идеологического многообразия, но и вызывает отторжение различных других конфессий. Но это мина просто. Это мина, которая может действительно взорвать общество. Кроме того... По-вашему, власть это понимает? Я понимаю, что это сейчас, как говорил Горбачев, нам подбрасывает. Я думаю, что власть это понимает, и я не думаю, что все-таки такого рода изменения в конституцию будут внесены, потому что для этого действительно нужно принимать новую конституцию. Но, безусловно, шаги в этом направлении будут продолжаться. Это можно делать на уровне законодательства. Для этого не обязательно менять конституцию. Мы уже говорили о том, что нужно различать изменения и преобразование конституции. Изменений в конституцию было внесено реально очень мало. Это только поправки 2008 года. О выборах? Да. Вот это самое... Еще о субъектах федерации. Да, но субъекты федерации это, в общем, да. По существу получается, что за все время конституции поправок не так много. А что, можно это отдельным законом? Ну, кто-то тогда его, любой человек может оспорить, сказать, что он не конституционен? Можно принять законы о партнерстве государства с различными конфессиями, о правилах отношений, которые не будут противоречить статье о светском государстве. Партнерства не будет. То есть... Ну, да. Потому что, действительно, православная церковь, конечно, не может быть поставлена на одну доску с различными сектами. И здесь нужна некая дифференциация. Нужно только в этом законодательстве, если оно будет разрабатывать, проводить принцип нейтральности в отношении всех конфессий и оговаривать, почему это партнерство возможно с одной конфессией, невозможно с другими. То есть вы считаете, что такое закон о партнерстве может быть принято только в отношении одной церкви православной? Нет, я не знаю, как пойдет дискуссия. Безусловно, это вопрос, который можно обсуждать. Но я против того, чтобы обсуждать вопрос о конституционных поправках. На эту тему. В принципе. Да. И, Георгий Александрович, вы тоже считаете, да, что это все-таки как бы троллинг такой идет? Потому что я все чаще и чаще в последние недели встречаю, что вот будет некое новое конституционное собрание. Где-то там после Нового года собирать. Ну, тут есть, во-первых, аспект такой морально-этический. Я не знаю, как вообще, в принципе, нынешняя власть имеет право касаться конституционных вопросов после того, как она изнасиловала действующую конституцию. Ну, типа нам предлагают, вы знаете, вот мы тут, значит, попортили девушку, давайте ее теперь все вместе принарядим, потому что она что-то нам надоела, мы хотим ее там, это самое, принарядить, чтобы портить дальше. Это просто все фантастически, аморально. А внесение поправок, это дело нормальное. Я напомню, что, значит, американская конституция была принята в 1787 году. Били о правах, который стал поправкой, фундаментальнейшей поправкой к американской конституции, был принят два года спустя, да, в девятом году. То есть сразу же пошли крупнейшие поправки. И какие, и какие, да, вот, так что внесение поправок нормально. Которые сейчас чаще цитируют, поправки гораздо чаще цитируют, чем статьи конституции. Ну, конечно, ну как первая поправка, ну что? Первая поправка, да, и право наношения оружия, да, и свободы, и слова, и все. Вы знаете, вот очень хотелось бы сопоставить первую поправку американскую с первой поправкой российской. Нашей, ну конечно. Первая российская поправка, это увеличение в полтора раза срока президента. И парламент. Ну, парламент это так, мимохода. Ну, это не имеет значения. А вот увеличение срока президента. При том, что президент не имеет никаких противовесов в системе государственной власти. Единственный противовес, это избиратели, народ, который раньше раз в четыре года ходил и подтверждал или не подтверждал назначение на президентский пост. Противовешивать, да. Да. И вот этот противовес ослаблен даже не в полтора раза, потому что работает кумулятивный эффект. И первая американская поправка, которая начинается со слов. Конгресс не должен издавать законов, ограничивающих там свободу слова, свободу собраний. Вероисповедания. Вероисповедания и так далее. То есть поправки по совсем другим, по ограничению. У нас поправки по развязыванию, а там по связыванию. Прямо противоположные. Да. Вы знаете, на меня колоссальное впечатление произвел недавно, ну, наверное, лет пять назад, вряд ли больше, созданный в Вашингтоне музей первой поправки Конституции. Музей поправки. Музей первой поправки. Вообще, Вашингтонские музеи — это сказка. Это просветительская такая утопия. Вашингтон сам по себе, да? Музейный город. А тут взяли из здания недалеко от Конгресса по бывшему разряду музейной современной техники. И знаете, что особенно радостно было видеть? Стайки школьников с маленькими ноутбуками или какими-то другими устройствами сидят, садятся напротив той или иной экспозиции и им рассказывают, какое значение имеет эта поправка. Вот, наверное, тогда таких ответов не будет. Ну да, у них как-то, как у нас, это там урок мужества, ленинский урок. 65, 10, 99, 6. Прежде чем уйдем на перерыв, давайте еще выслушаем Баграта. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Я хочу сказать две вещи. Во-первых, про то, что нормы международного права считаются выше, чем наше законодательство, ну и даже Конституция, да? Но, с другой стороны, у Конституционного суда есть право рассмотрения международных договоров и различных актов, и Конституционный суд может не ратифицировать, грубо говоря, международные договоры, если не соответствует интересам России. Это первое. А второе, если даже абстрагироваться от того, кто предлагает внести поправку в первую, в данном случае главу Конституции РФ, то мы сталкиваемся с тем вопросом, что должен быть принят закон о Конституционном собрании, затем должен состояться референдум. И вот люди-то, люди, они захотят, чтобы православие или любая другая религия стала основной и основополагающей, и отменилась бы принцип светского государства, и захотят ли люди сделать правильный выбор? Ведь все равно же Конституции, это реально прописано, потому что люди все равно могут делать выбор по каждому вопросу. Не, ну, на этом референдуме как раз вынесение такого вопроса на референдуме, оно даст, это чревато, все зависит, я считаю, от идеологической накачки. Я об этом и говорю, если даже будут выборы честными и так далее, люди же готовы, люди готовы к этому, это сложный вопрос. Могут, понятно, понятно, благодарна. А по первому вопросу... По первому вопросу я могу сказать, что Конституционный суд не рассматривает поправки к Конституции. Мы как раз такой запрос делали в 2008 году, и Конституционный суд сказал, что он не рассматривает законы о поправках, потому что они еще не являются частью Конституции. Но когда они уже приняты, он их не рассматривает, потому что Конституционный суд не вправе рассматривать конституционность Конституции. Вот такой ответ. В отличие, например, от немецкого Конституционного суда, который разработал доктрину так называемых неконституционных конституционных поправок. Это означает, что если какие-то силы, даже парламент предлагает поправки, способные умолить демократию, он их отвергает радикально. Понятно. Это было разъяснение Андрея Николаевича Медушевского. Напомню, что мы говорим о 20-летии Российской Конституции. Вернемся после небольшого перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Обсуждаем сегодня 20-летие Российской Конституции с Виктором Леонидовичем Шейнисом, одним из авторов этой Конституции, президентом фонда Индем Георгием Александровичем Сатаровым и профессором Высшей школы экономики Андреем Николаевичем Медушевским. Телефон студийный 65 10 99 6. Позвоните нам и скажите, работает ли в России сегодня Конституция? И нужно ли ее менять? В частности, как сейчас нам предлагают прописывать в ней нравственные или идеологические основы государства, и какую-то определенную религию. 65 10 99 6. Работает ли в России Конституция и надо ли ее менять? У меня такой вопрос будет к Виктору Леонидовичу, как одному из авторов той Конституции 93 года. Вы бы сейчас что-то поменяли, если бы вот, так сказать, обладали вот этим, так сказать, задним умом, да, и могли бы вернуться в 93 год. В частности, вот то, что, еще раз возвращаясь к этому вопросу, о том, что такая сильная исполнительная власть. Вы бы как-то попытались ограничить президентство? Ведь то, что получилось, получилось не потому, что создатели Конституции не отдавали себе отчетов в том, какие опасности влечет за собой нарушение принципа, явное нарушение принципа разделения властей. Надеялись на Ельцина сильно. Конституция принималась, кто-то надеялся на Ельцина, кто-то надеялся на Ельцина, но дело не только в этом. А главное заключалось в том, что Конституция возникала в гарнире очень острой политической борьбы. И президентство Ельцина рассматривалось как орудие, абсолютно необходимое по меньшему мере в двух отношениях. Расползается Россия, необходимо в какой-то степени сдержать вот эти процессы распада, провозглашения суверенитета национальных республик и так далее. Это во-первых. Во-вторых, сила, которая противостояла президенту, президентству как таковому, была уж очень неприглядной силой. Очень реакционные, консервативные силы, чем дальше, тем больше, завладевали парламентом. Кстати, и Хазбулатов, в значительной мере номинальная фигура, за его спиной стояли другие люди, был в начале, когда его избирали, не таким, каким он стал в конце, а реально Верховным Советом, съездом народных депутатов. В конце 93-го года распоряжались реваншисты, распоряжались силы, которые, ну, достаточно черные силы. Я мог бы много об этом рассказать, опираясь на собственный опыт. В общем, тогда в каком-то смысле действительно это была ставка на Ельцина? Это была ставка на Ельцина не потому, что так уж безгранично верили Ельцину, а потому что сила, противостоящая Ельцину, была уже очень черной. И я вам скажу еще одно. Не 93-й год, 96-й год уже работает Конституция. То есть не работает, но существует Конституция. Проходят выборы. И оказывается так, что общество, единственная сопоставимую, конкурентоспособную кандидатуру, противостоящую Ельцину, выдвигает третеразрядного аппаратчика, человек, который неустанно повторяет, что вот Сталин был выдающимся деятелем. Как можно было в этой ситуации уклониться от выбора? Как можно было, зная многие дефекты Ельцина, которые в 96-м году проявились, как можно было не поддержать Ельцина против Зюганова? Ну, понятно. Здесь, конечно, надо понимать, учитывать исторические обстоятельства. Да, Андрей Николаевич. По поводу возможных направлений поправок Конституции, я думаю, этот вопрос имеет смысл ставить в контексте того, что у нас существует формально смешанная президентско-парламентская форма правления, во многом аналогичная французской. Если мы сопоставим две Конституции, то мы увидим, что хотя модели сходные, они действуют совершенно по-разному. Во французской Конституции есть институт контр-ассигнатуры президентских законодательных актов премьер-министром. Французский президент не может по собственной инициативе отправлять премьер-министра в отставку. Далее, французский президент не имеет таких чрезвычайных полномочий, такого указного права и так далее. И французский парламент, безусловно, имеет гораздо больше контрольных полномочий. Но меньше законодательных. Но меньше законодательных. Поэтому мне представляется, что эту дискуссию можно конкретизировать. И во Франции, и в России в 2008 году были предприняты поправки конституционные. Внешне, опять-таки, они сходны. Первое направление поправок состоит в расширении политического плюрализма, допуске малых партий, выражающих интересы меньшинств. Расширение свободы СМИ. Это одно направление во Франции. Второе направление связано с расширением прерогатив парламента. Прежде всего, контрольных. Различные комиссии по расследованию наделены очень важным мандатом, предоставлением информации и так далее. И третье, это ограничение полномочий президента. Во-первых, раньше еще был ограничен срок президентских полномочий, с 7 лет до 5. И в этот раз было сказано, что президент не может избираться более двух сроков. Без слова подряд. Без слова подряд. Что очень важно. Вот это вот одно из тех вещей. Вот, кстати, я читал, различные сейчас есть предложения по возможным изменениям Конституции. Вы считаете, необходимо было бы в нашу Конституцию вернуть? Вернее, у нас сейчас не более подряд слово внесено. Что слово подряд надо было бы выкинуть из Конституции. Ну, я думаю, что да, потому что если мы не хотим, так сказать, предсказуемых выборов и бесконечного мандата президентского в условиях отсутствия политического плюрализма, то это один из инструментов все-таки функционирования демократии, сменяемости власти. Вот, в России в 2008 году поправки совсем другие. Расширено партийное представительство, они могут выдвигать губернаторов и членов Совета Федерации, но при полном господстве одной партии и в Центральном, и в Региональном парламенте. Полномочия парламента вроде бы немножко увеличились, премьер-министр должен отчитываться теперь каждый год перед парламентом, но это не имеет абсолютно никаких правовых последствий. И третье, и самое главное, мандат президента и Думы вырос. Без серьезной общественной дискуссии. Ну да, вот это вот самое главное, конечно, о чем мы говорим. Вы знаете, вот мне интересно то, что сейчас говорил Виктор Леонидович про 93-й год, и то, что мы говорим про 2008 год, мы видим, как власть под себя либо пишет Конституцию, либо меняет Конституцию. То есть в любом случае, так сказать, вот эта вот дилемма закона и власти все время решается в сторону власти, в пользу власти. 65, 10, 99 и 6. То есть работает ли Россия Конституция, и нужно ли ее менять? Виталий на линии. Алло. Да-да, добрый вечер, слушаем вас. Вы знаете, я как раз вот, в 93-й год сидел с матерью больной дома. Уберите радио, пожалуйста, там на фоне, чтобы фонит. Да, и слушал радио регулярно. Ну, то есть чуть ли не круглые сутки. Как раз вот это 91-й, 93-й год. Вот. И я совершенно, ну, слушая вот, Чершахрая недавно слышал у вас, потом сейчас слышу Шенниса и Сатарова, я в целом вообще не воспринимаю вот эти разговоры, совершенно несерьезные, насчет черных людей, не черных. Уж чернее Ельцина тогда человека не было. Расстрелять парламент и быстро принять Конституцию под себя. Виталий, вопрос вас в чем заключается? Или вы только хотели высказать вот эту мысль? Я хотел высказать, что вот эти люди нас просто обманывают сейчас, рассуждая о такой мудрой Конституции, которую они придумали. Понятно, Виталий. Спасибо. Ну, да, здесь, конечно, еще такое вот. Есть. Позвольте отметить, что Верховный Совет нельзя рассматривать как парламент. И Ельцин действительно, может быть, совершил переворот, но то, что он явно не сделал, он не расстрелял парламент, потому что Верховный Совет был не демократическим институтом, а манипулируемым. Он не был профессиональным парламентом. Он не мог бы принять демократическую Конституцию. У Ельцина не было юридических инструментов для того, чтобы отправить его, распустить его конституционным путем. Поэтому то, что говорит звонивший, выражает просто его... Ну, это политическая оценка, оценочное осуждение. Я бы сказал, что это еще лингвистический трюк, разница между обстрелял и расстрелял, очень серьезная. Ну, это об этом, я думаю, мы поговорим еще не раз, вернемся к этим темам. А сейчас уже, поскольку время наше кончается, я хочу вспомнить еще одну годовщину, не годовщину, день 10 декабря, день прав человека. И, собственно, правозащитное движение наше началось, может, кто забыл, 5 декабря 65-го года. Не в 68-м году, а в 65-м, когда вышли люди на Пушкинскую площадь с требованием уважайте Конституцию, Советскую Конституцию. Так что вот с этим призывом соблюдайте вашу Конституцию. Я хотел бы закончить. Потенциал еще далеко не раскрыт. И всех вас поздравляю с завтрашним праздником. Спасибо. Спасибо. Спасибо.